Всем добрый-добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Я нахожусь в центре Москвы практически, недалеко от метро Павелецкое. И сейчас я иду в мастерскую музей путешественника Федора Конюхова. Пожалуйста, здесь вот во дворах жилых домов затерялся такой вот домик. Вы знаете, я наткнулась на эту информацию в интернете, на этот музей, почитала про него, решила пойти посмотреть. Я, конечно, все понимаю. Я вот, когда сюда шла, у меня было такое желание зайти вовнутрь, посмотреть на эту лодку, на которую он путешествовал по океану. Я все это понимаю, что он, наверное, очень знаменитый человек, просто гениальный путешественник. Он посетил Северный и Южный полюс, он занесен в книгу Динеса, он покорил семь вершин, у него звание Снежный барс, это единственное, наверное, в мире. Он пересерт на весельной лодке Атлантический океан, он путешествовал, пересерт Тихий океан за 46 дней. Вот все его заслуги я понимаю. Помимо этого, он еще, вы видите, пишет иконы, он рисует, он талантливый человек. Но, простите меня, но вот что-то все-таки есть в этих днях не совсем нормальное, или нам просто не совсем понятно. Не хочу никого обижать, боже мой, ты такая, чтобы судить Федора Конюхова. Но вот я могу только говорить о своих эмоциях, которые меня в этот момент посетили. Вот я когда сюда шла, я шла с намерением посетить музей, всем все показать и так далее. Вот то, что я увидела снаружи, мне хватило. Заходить в музей мне уже не хотелось. Во-первых, это надо было делать заранее, как выяснилось. Во-вторых, увидев вот это все, я просто не захотела. Мне хватило вот более чем. Более чем хватило. Я признаю все заслуги Федора Конюхова. Я с уважением отношусь к этому человеку. Я тут не знаю, на какие деньги он путешествует. Но, опять же, это его проблема. Вот он тут построил еще две часовни. Николая, покровителя морских путешественников. Ну, он, видимо, Николая чудотворца. Вот. Сам строил. И там вот у входа в дом стоят две статуи. Это Сергия Радонежского и Иоанна Третьего. Почему-то. Также здесь находятся статуи Высоцкого, Адмирала Ушаркова. В общем, много всяких вот этих плит. Ну, не поминальных, а памятных плит, которые увековечивают память путешественников, различных героев. И также здесь очень много якорей, которые он привозил себе сюда со всех морей. Ну, я не знаю связь Высоцкого с морем. Честно, может быть, у него что-то в песнях такое было. Я как-то, не знаю, я затрудняюсь. Так что, вот тут два флага Андреевских и флаг Москвы. Ну, и я так думаю, что, если кому-то будет интересно сюда прийти, посмотреть внутри его мастерскую, где он творит, рисует, пишет иконы. Там эта лодка находится. И вы можете прийти. Вход в музей бесплатно, но поощряются различные, как бы, помощь этому музею. Вот. И, то есть, можно оставить денежку. Но желательно по предварительной записи. Вот я сегодня была, ворота были закрыты. Я не стала звонить, у меня не было особого желания. В принципе, наверное, можно было. Может, меня туда и пустили бы. Но не возникло у меня такого желания. Вот вы видите столб с расстояниями всех его путешествий. Вот. Тут вот там еще камушки привезенные откуда-то. Якори, опять же. Различные высказывания, вывески. Сам дом построен очень интересной конструкцией. Вот. И вот эти вот все плиты, честно говоря, мне непонятные. Какое-то мемориал или кладбище. Я не знаю. Опять же. Вот нас, русского человека, нужно все и сразу. Все на себя красивое надену сразу. Знаете, вот это вот. Вот. И то же самое и здесь. Вот. Надо все сюда сразу вот свести, повесить, положить. И это же можно было все, в принципе, наверное, как-то в музей разложить. Хотя, может быть, там места нет. Я не знаю, но вот производит впечатление от чего-то такого нагромождения, какого-то взрыв мозга просто. Вот просто взрыв мозга. Конечно, интересная такая вот штука архитектурно. Необычно, скажем так, для Москвы. В принципе, я приглашаю всех это посмотреть, сделать свои выводы. Потому что, если это поклонники Федора Конюхова, то им это будет интересно, в том числе и внутри музея. Если это не поклонники Федора Конюхова, к которым отношусь я, ну, значит, просто можно посмотреть. Это улица Садовническая, дом 77. Можно зайти со стороны Садового кольца туда. Там есть арочка со стороны моста Краснохолмского. Ну, по карте найти можно. Во дворах, внутри дворов оно находится, оно с Садовнической улицы можно зайти, можно с Садового кольца зайти, с моста. В принципе, найти не так сложно. Многие пишут, что вот, я ходил, я искал, нашел, еле нашел. Я не знаю, я нашла сразу. На карте это все четко видно. И если как-то хотя бы уметь читать, то я думаю, что найти это возможно. Вот. Так что спасибо, что смотрели это видео. Спасибо, что смотрите вообще мой канал. Всем большое-большое спасибо. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если вам понравилось мое видео. Комментируйте, мне это тоже приятно. А я на этом буду с вами прощаться. Любуйтесь, рассматривайте шедевры великого путешественника, величайшего путешественника современности. А я вам говорю, пока-пока. До встречи на моем канале. Всем всего самого-самого доброго. До свидания. Будьте все здоровы и счастливы. До встречи на моем канале. 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 До встречи на моем канале.